Друзья, товарищи Камрады, всем здравствуйте! И у нас сегодня очередное бритье. Давайте представим участников. Сегодня будет вот такое мыльце для рельса от компании Perl. По-моему, кофеоп. Да, но на распаковке досмотрели кофе, по крайней мере для меня не пахнет, пахнет какими-то как они какао-бобы. Цвет вот такой вот интересный, как будто куркумой посыпали. Индийцы любят, любят такие краски всякие. У них даже там праздник, праздник красок есть. Ну ладно, не об этом. Так, заберем мы все это дело с баночки, так как очень узенькая, по мазкам здесь будет трудновато забирать. Так что возьмем вот такую ложечку, шпадель, не знаю как назвать, ножичек. Ковырнем, попробуем ковырнуть. Кстати, мыло веган, да, что немаловажно. Так, станком. Станком будет вот такой вот прекрасный джилет суперспид, по-моему, 1963 года. Вот такая вот бабочка интересная. Все работает, все прям великолепно, очень нравится. Мягкий и эффективный станок. Так, сбивать пену поможет нам вот такой вот якорский промазочек, подаренный мне Романом Викторовичем Пестковым. Ром, здравствуй и спасибо огромное. Уже пользовались, видео было. Добавлю, да, кто не видел, посмотрите. Хороший, хороший промазок, мне понравился. Еще раз спасибо. Так, ага, про лизы не сказали, да? В тот раз не очень мне понравилось, как они брели. Это индийский джилет. Так вот он выглядит. Возьмем сегодня на второе бритье, поменяем станочек и, возможно, давайте сразу загрузим. И, возможно, лезвия раскроются, покажут себя. Вот в каждом деле, на что они способны. Просто вот так вот кидаем и закручиваем. Но, опять есть но, если эти лезвия не пойдут, возьмем вот такие вот проверенные штерки немецкие. Хорошие лезвия. Мне нравится. Что-то наподобие Астра. Нашей зеленой. Так, все сказали. Чаша. Чаша сегодня будет вот такая вот мужская материка. Моя любименькая. И ополоснемся вот таким вот лосьоном от компании MOV от Юры. Мыло у меня есть, да, вот добрал. Сделал себе комплектик сет. Работа интересная. Где-то, может быть, даже в тему к мылу, да. Ну, такой тоже шоколадный. Аромат такой. Ну, интересный. Так, и что? Что я предлагаю. Да, щетина. Четыре дня, по-моему. Может быть, пять. Нет, наверное, четыре с половиной. Так, мыльца. Ну, давайте. Вот столько вот возьмем. Ну, наверное, много. Ну, да ладно. Много, не мало. Значит, не будем добавлять. Вот, что у нас там есть. Такая темно-оранжевая субстанция. Ну, аромат нет. Кофе тут совершенно не пахнет. Может быть, согласен, да. Может быть, какао. Ну, во всяком случае, интересный аромат. Но, конечно, не то, что ожидал я. Вот. Название, да, где написано кофе, а пахнет не кофем. Хотя, такое, люблю кофе, да, можно сказать. Кофеман. Есть у меня одно, кстати, мыло. Русский пионер, по-моему. От Феномена. Там вот действительно пахнет капучино. Такое с молоком. Прям аромат обалденный. Я думаю, когда-нибудь запустим его в дело. Так. Все. Так, мыльце мы взяли. Убираем в сторону. Сейчас смочим помазок. И приступим к пенопроизводству. Сильно отжимать не буду. Так, немножко. Встряхнул. Водичка там присутствует. Ух ты. Не знаю, насколько передает контраст, цвет, камера. Но пена. Пена становится розовый. Очень интересно. Неожиданно. Я думал, либо будет оранжевая, либо белая. Здесь прям такой, да. Интересно. Сейчас мы там все кусочки забираем. Ну, то, что получается. Мыло откликается. Но сначала в такую шампуневидную пенку. Пена. Да, бахнули много. Мыло. Ну, да ладно. Брал мыло, по-моему, на... То ли по зоне? Да, по-моему, на зоне. Может быть, на Вайлдерс. Не помню. Ну, в любом случае, на распаковочку оставлю. Да, там, наверное, уже кто-то зашел посмотрел. И там все рассказано, где я его брал. Ну, вот такая вот пена. С маленькими пузырями. Наверное, давайте еще чуть-чуть водички туда. Капель 6-7 еще бахнули. Такой немножко пожиже пену сделаем. Да, розовая. Розовая пена. Так. Ну, и... На этом все. До свидания. Не-не-не. Еще надо побриться. Давайте немножко. Смочим, намочим. И нанесем на первый проход. Ну, сразу видно, пена не особо плотная. Ну, и воздушную я бы ее не назвал. Такая классическая пена. Может быть, густовато. Наверное, еще водичкой надо будет разбавить. Станок от Gillette SuperSpeed. 1963 год. Лезвие. Индийский 7-O-Clock. Зелененький. Сейчас, секунду. Как они точно называются? Permashot Stainless. Так, прогреем станок. Лезвие мы установили. Ну, и... Давай. Не зарежь. Давайте. Первый проход. Не нравится. Не понравилось, как пошли. Как даже по росту цепляют за ус. О, да, невиданное. Давайте сразу поменяем лезвие в утиль. Сейчас я руки вытру. И возьмем штерки. По-моему, да, один раз брился. На второй проход. Полетел. Так, станочек. Еще раз его смочим. Еще раз. Нанесем. И давай. Ну, теперь точно не зарежь. Намного лучше и комфортнее. Да, что-то, значит, неповезломное с лезвиями. Хотя... Ну, давно я ими не брился, да? Ну, раньше, насколько могу помнить, они мне нравились, эти лезвия. Может быть, в более агрессивных станках. Да-да. 41 главе будет попробовать. Либо вундербаре. Угу. Неплохо. Совсем другая песня. Ну, и, конечно, у этого станка тоже, ну, имха, да? Есть минусы. Этот минус заключается... Сейчас, промаху. Этот минус заключается в короткой ручке. Не очень комфортно. Опять же, палец здесь напрягается, рука. Была бы чуть длиннее, было бы прям шикарно, шикарный станок. Так, ребят, давайте умываюсь и на второй проход. Так. Ну, все, чистый. Так, знаете что? Я предлагаю добавить еще чуть-чуть воды. Прямо, буквально, кампер 5. И размешать. Мне показалось, немножко густоватой пеной. Пена. Ну, цвет, конечно, шикарный. Не ожидал. Она такая. Ну, жаль, жаль. Вам плохо видно. Ну, поверьте, цвет красивый, розовый. Да, вот так и немножко. А, секунду, пожиже стало. Мазок комфортен, приятен. В руке приятно держать. Шикарная штука. Такой, малыш, малыш-крепышка. Так, ну, второй проход поперек. Рост ищетин. Где-то даже и по росту. Ну, вот за скольжение. Скольжение отличным мылом. Как для вегана. Ну, вот пуск от Жени мне кажется, немного хромает. Да вот, лезвие поменяли. Совсем другая песня. Ну, вот я, как бы, всегда говорю, да? Если лезвия вам не понравились, не спешите выкидывать. Попробуйте в каких-нибудь других станках. Может быть, там раскроется. Вот те же вот лезвия. У меня есть синяя татра. И индийский клиншейф. В принципе. Недавно брелись им клиншейфом. Во многих станках. Ну, соответственно, за кадром, да? Пользовался. Не очень мне понравились. Что татра, что клиншейф. А вот... В фатипе открытом. Прям на ура. Лезвие подошли. Просто шикарно. Мягкое, чистое бритье получилось. Так что, да. Попробуйте в каких-нибудь других станках. Если не заходят лезвия. Так, давайте умываюсь. И на третий. Руку смазал. Так, ну. Нормально. Все отлично. Пока что. Так, давайте наберем. Ну, там чуть-чуть что-то осталось. Ну, в принципе, мыло для своих, не помню сколько, на 450-500 рублей. Прям вот ценовая ниша его. Нормально. Хорошее мыло. Бритц позволяет. Что еще нужно, да? Вот ароматы. Ароматы, это, конечно, дело такое. Наживное на любителя. Ну, я бы не сказал, что этот прям аромат вау. Такой какао. Какао бобы. Неплохой. Ну, ожидал большего. Так, ну что. Ну, да. Рука вот мокрая. На шее прям сейчас скользит. Смывается. С кожи тоже без проблем. Никакой пленки не то. Ну, ладно, это скукло время. Угу. Неплохо. Так, давайте сейчас промыть станочек и посмотрим, нужны ли ледобритки. Ну, подозреваю, что нужны. Ну, кстати, немного. Вот на шее немножко осталось. Искую. Ну, давайте умываться не будем. Прям так нанесем сейчас. Сейчас все оттуда выгребим. Давайте чуть-чуть прям разбавим. Густеет. Густеет пена. Так что, наверное, какие-то загустители мы добавляли. Кусочки мыла, которые не растворились. Теперь бегают по моей физиономии. Давайте, до привычки. Иск Fair. So, пока мы всёернём. Иск for. ну да чуть-чуть остается ребята умываюсь по шею пару слов шикарно шикарно так ну пока немножко поговорим да посмотрим воздействием мыло на на кожу будет ли не будет ли пока немножко промоет за помазок шикарный шикарный помазочек держать удобно да с виду казалось бы нет но до держать удобно небольшое для сбивания на лице наверное чаша либо побольше чашу брать да чтобы где-то разгуляться он был чтобы не утонул небольшая небольшой лофт наверное где-то полтинник на и 24 миллиметра шикарно отработал шикарно сбил нанес отдал принял хорошо вам закром еще раз огромное тебе спасибо большое прям попадание сто процентов так за мыло до звезд с ним не хватает но чтобы побриться и побриться в принципе с кайфом без порезов до в удовольствием она того стоит 450 500 рублей за баночку по моему сколько тут гранта так уже найти не могу но наверняка на распаковке говорил так что зайдете гляньте да а тут по-моему нет по 100 грамм 100 грамм баночка 500 рублей 450 шикарно неплохой аромат ожидал другого конечно но что есть то есть не кофе так будем знаешь какао хорошая пена удивила пена розовая цвет тоже такой ядрёно-оранжевый с куркумой так шикарно ну слушайте чуть-чуть вот прям вот в этих местах подстягивает но в принципе это веган да можно сделать скидочку лосьончик от мов но есть у меня лосьон тоже от мов не помню как называется у это я брал сет ну в принципе добавлю посмотреть очень мне понравился лосьон и тем более такой стойкий но это я подозреваю что не очень стойкий ну да ладно да вперед забегать не будем вот такая там была контроль вскрытия такой вот дозатор потрясли мы его цвет такой интересный бутылочка ну 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 давай 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 не жадничай не хочешь ладно давайте что есть интересно аромат очень ну вот мыло насколько могу помнить он отличается в мыле такие моторные кожаные нотки на шоколад где-то здесь такой парфюм очень интересный да совсем по моим с мылом не перекликается в ттх лосьоны я не сомневаюсь просто шикарен не жирнит кожу успокаивает да может быть это только начало сейчас они базовые ноты придут туда такое что-то шоколадное проявляется да интересный лосьон жаль как жалко только 50 грамм было бы 100 взял бы 100 так шикарно так на что на чем мы остановились сталок мне нравится ну конечно минус короткая ручка принципе очень очень мягкий и очень эффективный станок можно принципе как с лезвием да если бы сегодня взяли физер то я думаю может быть даже без до привык вышли бы в ноль шикарный аппарат старенький 63 года это уже сколько шестьдесят лет уже дедушка по лезвиям да ну вот как-то что-то не срослось у нас этим джилетом индийским в принципе были хорошие лезвия не знаю почему они испортились может быть в принципе партия такая там в индии качество как я понимаю не очень стабильная ну вот штырки не удивились совсем да что от них ожидал то они и дали чисто относительно комфортно брить ее без порезов без раздражений без красных точек идея лезвие хорошие но в принципе на сколько их покупать они по моему где-то рублей 100 что стоит за пачку принципе можно также купить зеленую астру и радоваться жизни от бритья получать удовольствие так и что ребята вроде бы все сказали да ну мыло посмотрите сейчас покажу мыло там осталось еще сто процентов на одно бритье да наверно половина от того что мы забрали здесь осталось добрее добрее за кадром так что довольно таки экономное мыло наверное может быть грамм на бритье уходят и неплохая пена получается так ну что-то мы сегодня заговорились да про все вроде сказали рассказали но если что пишите в комментариях отзыв допишу так ну тем временем друзья здоровья вам вашим близким берегите себя и близких все будет отлично подписывайтесь пишите комментарии ставьте лайки все это приветствуется как тут так получилось давайте ареведорчи